Здравствуйте! Сегодня с вами Сталкер Дед и я вам расскажу о бельгийской винтовке ФНФАЛ. Была выпущена сразу после войны, называлась Правая Рука Свободы, участвовала во многих вооруженных конфликтах, состояла на вооружении 90 стран мира. Ну как бы у нее есть, конечно, очень крупные недостатки. На нее не ставятся никакие дополнительные устройства, ни коллиматоры, ни фонарики, ничего абсолютно. Посмотрим, как она стреляет в автоматический режим. Задирает вверх ее, хотя по сторонам не разбрасывает, так что получается ее даже можно контролить теперь, а то говорили, что она неуправляемая. Давайте попробуем одиночными. С нее здорово стрелять одиночными по круглым мобам. Тут вообще нормально. Ну оружие для близкой и средней дистанции. Хромает, правда, пробитие. Патроны у нас бывают четырех видов. Вот эти вот, с красной точечкой экспансивки. Самые дают колоссальный урон. Есть с адским пробитием. Но патроны очень дорогие. Зато их и расходуется меньше, скажу я вам. Скажем, с ним идеально фармить крупных мутантов. Зацепил, посмотри какой. Ух ты, я сдохнул. Ситуация критическая. Я думал, он сдохнул. Я отвечаю, что я это делаю каждый день. И никогда так не попадаю практически. Потому что я примечиво побежал. Хотел быстрее их найти. Просто вот и все. Но тем не менее, я кое-как выжил. Вот он мутант. Ну скажу вам, экспансивками совсем все делается по-другому. Просто я их по раздолбайски с собой не взял. И у меня их осталось всего две. Прицелиться. Нормально можно. 387 в голову. А можно выбить экспансивками. 550. Короче, чем, например, ходить с Сайгой. У ней тяжелые патроны. Вы много не унесете. Плюс небольшая емкость магазина. А тут с такого расстояния. Нормальный носите урон. Король мобов, в общем. В общем, если недорого, то стоит брать чисто вот... Кто любит пофармить всяких здоровых студней и замучивается заряжать магазины. Так как, например, жалко же тратить на каких-нибудь вот таких чертей. 109-й или тот же 107-й. В следующий раз я их постреляю из вала, конечно. Вот он, кабанчик. Ну, это как так-то вообще? Обычно 1-2. Ну, вот надо экспансивки. Тогда 1-2 выстрела, я вам отвечаю. В общем, скажем, это... Винтовка была скопирована с СВТ-40 приблизительно. Все там так же. Предшественницы СВД. Вот, вот этот с 1-320. Ну, как бы я и со скорпиона шотил. С вот этого, с маленького автоматика кабана. Тоже урон 320. Но это как бы редко случается. Надоели, в общем, мне глоки. И я стал с тобой просто таскать скорпион с 20 патронами. Потому что он лишен всех недостатков стал. Савсаб новой, о которых я говорил в своем старом видео. Ссылочку оставлю сверху. Можете посмотреть про скорпион. Ну, теперь он ставится в пистолетный слот. И у него есть в магазина 20 патронов. Как оно и должно быть. Это более... К реализму. А ладно, удачи, сталкеры. До новых встреч.